втянули в войну с ней, устроили еще два государственных переворота подряд и, наконец, сделали все, чтобы последовавшая гражданская война была долгой и страшной. Они помогали белогвардейцам, посылая им ненужное и негодное снаряжение и вооружение. Помогали именно для того, чтобы белые проиграли войну красным. Почему? Да потому что белые выступали за единую неделимую Россию. А с достаточно циничными политиками, которые стояли во главе красных, можно было о чем-то договориться. Другое дело, что потом большевики переродились и стали государственниками, но тогда Великобритания и США начали борьбу уже с ними. Причем любыми средствами, совпадение или нет, но Гитлер пришел к власти, получил неограниченные кредиты и карт-бланш буквально на все, только после того, как стало ясно, СССР превращается в сильное индустриальное государство. Именно это государство, де-факто, в одиночку долгие три года сражалось с Рейхом. А когда война закончилась, выяснилось, ждать потепления в отношениях не стоит. Вот как об этом сказал человек, хорошо осведомленный во всех деталях тогдашней политики. Гитлер начал с того, что поразгласил расовую теорию, объявив, что только люди, говорящие на немецком языке, представляют полноценную нацию. Господин Черчилль начинает, утверждая, что только нации, говорящие на английском языке, являются полноценными нациями, призванными вершить судьбы всего мира. Черчилль и его друзья в США предъявляют нациям, не говорящим на английском языке, нечто вроде ультиматума. Признайте наше господство добровольно, и тогда все будет в порядке. В противном случае неизбежна война. Можно, разумеется, сказать, что все это пропаганда, но как быть с этим? Наступает новая эра, и, по-видимому, именно мы в этой новой эре должны править миром. Мы не боги, но избранные природой люди. Мы англы и саксы, а земля принадлежит нам по наследству. Давайте поднимемся и пойдем вперед. Это говорилось на протяжении веков, и не маргиналами, а людьми, определяющими общественное мнение и политику по обе стороны Атлантики. И говорится до сих пор. Наступило время нашего лидерства. Мы, США, Великобритания и наши демократические союзники, формируем мир, в котором могут образоваться новые нации, и люди смогут достичь благополучия. Какого благополучия можно достичь в этом дивном новом мире, могут рассказать очень многие жители очень разных стран. США и их союзники устроили десятки конфликтов, и ответ на вопрос «зачем» для многих уже очевиден. У англосаксов другая история. Это саранча, которая, приходя на новое место, должна его полностью зачистить. Именно поэтому идет истребление тех народов, куда попадает англосаксонская цивилизация. За примерами далеко в историю ходить не надо. В Ираке, где так и не нашли никакого оружия массового поражения, погибло больше ста тысяч человек. Установление контроля над Балканами стоило жизни минимум трём тысячам граждан бывшей Югославии. Мирная передача власти на Украине, в которой, как признался Обаму, поучаствовали и американцы, это более пяти тысяч погибших, включая 200 детей. Не исключено, что на Россию особые планы. К примеру, Маргарет Тэтчер говорила, что в России экономически целесообразно иметь 15 миллионов населения. Это в 10 раз меньше, чем сейчас. Здесь есть природные ресурсы, есть нечто, но появляются люди, которые говорят, ну слушайте, ну зачем вам столько? Давайте мы это поделим пополам. А почему мы должны делить пополам? Давайте как-то всё-таки как-то по-другому договариваться. Впрочем, договариваться на самом деле не будут, потому что они считают это ниже своего достоинства. Мало кто помнит, что Адольф Гитлер восхищался англосаксами, которые дали миру идею разновеликости народов, идею расизма и первыми начали применять её на практике. Ещё меньше людей отдают себе отчёт, что по сути своей в 21 веке ничего принципиально не изменилось. Одно из качеств англосаксонской элиты является её абсолютная непроницаемость для всяких новоришей, иноплеменных принцев, князьков, президентов, олигархов. Он может быть допущен туда на какой-то там стадии в качестве там на приступочке посидеть на стульчике. Это так, временный расходный материал. Его используют и выбросят, предварительно повесив на полотенце в ванной. С англосаксами, впрочем, можно договориться о чём угодно, если они будут видеть, они имеют дело с действительно сильным противником. Их слабое место – расчётливость. Они не готовы нести чересчур большие потери, тем более склонны перекладывать их на других, что, собственно, сейчас и происходит во многих горячих точках, включая Украину. Но чего у них не отнять, так это способности искать и находить уязвимые места своих противников. В этом пока им нет равных, как и в стремлении не соблюдать, какие бы то ни было правила. Ведь, как недавно напомнил Барак Обама, правила не для них. Они правила создают. Мария Богомолова, Нина Батищева, Борис Максудов, Виктор Мальцев, Андрей Пашутин. В Центре Событий. И в конце выпуска снова главному событию недели. В Сочи на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко Владимир Путин заявил, что лидеры нормандской четвёрки договорились провести встречу в Минске в ближайшую среду, если к этому времени удастся согласовать ряд позиций, которые в последнее время интенсивно обсуждаются. О развитии событий расскажут коллеги из новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова